Василий Назарович Каразин. Именно с этого места сегодня мы начинаем нашу прогулку. А почему, скоро узнаете. Друзья, здравствуйте! Меня зовут Наталья. Вы на канале прогулки по Харькову. Сейчас мы идем гулять по саду Шевченко. Я сегодня хочу вам показать и рассказать о наших харьковских дубах. Почему я начала видео с памятника Каразину. Василий Назарович Каразин является основателем Харьковского университета. Так вот, городские власти подарили университету небольшую дубовую рощу. Здесь росло около 20 старинных дубов. Именно с этого момента, а это был 1805 год, и берет начало наш известный и всеми любимый сад Шевченко. Так вот, здесь открыли парк. Раньше слово парк не использовали, использовали слово сад. Здесь была дубовая роща до момента, когда город был оккупирован фашистскими войсками. Немцы хотели здесь создать пантеон германской военной славы, и поэтому вырубили огромное число дубов. И с тех пор их стало значительно меньше, но какие-то до сих пор еще растут. И сегодня мы на них посмотрим. Сейчас в саду около 20 старинных дубов, которым примерно по 200 лет. Вот один из них. Как его легко узнать? Ну, во-первых, очень большой ствол, очень большая крона, ветки развесистые. Кроме того, возле каждого такого дуба есть ограждение и дата, когда дуб был посажен. Ну, а еще валяется масса желудей. О них немножко позже тоже расскажу. Все такие дубы имеют свой номер, они все учтены. И, кроме того, они еще являются генотипом дуба, потому что они были посажены задолго до того, когда люди стали жить в этих местах. Ну, а вот дуб помоложе. Он пока не огражден, но я думала, что через 100 лет его тоже как-то заметят или отметят. А вот совсем молодой дуб, дубенок. Немножко позже о них тоже расскажу. Конечно, возникнет вопрос, как же посчитать, сколько лет дубу. Мы пройдемся сейчас по центральной аллее. И я вам покажу один очень старинный дуб, его уже хорошо видно. Так вот, есть разные способы. Конечно, самый простой, это посчитать количество колец на срезе. Но для этого дерева нужно спилить. И, конечно, уже нет смысла считать, потому что его не будет. Вот. Есть другой вариант. Посчитать количество ярусов веток. Но это проще считать на хвойных деревьях, потому что там хорошо видны эти ярусы. Вот. А на лиственных не очень. Как бы это видно. Считается, что один ярус, вернее, одно кольцо веток, это есть один год. Но вот видите, на этом дубе непонятно ничего, сколько же ему лет, такой огромный массивный дуб. Есть еще один вариант. Вот тоже, видите, старинный дуб. 1713 года рождения, скажем так. Так вот, как еще делают? Обычным сантиметром меряют диаметр дуба в объеме. Что потом делают? Меряют на высоте примерно полтора метра, метр сорок, метр тридцать. Вот. И, как правило, дерево вырастает за год на пять миллиметров. Вот. Затем этот обхват дуба умножают на пять и получают возраст дуба. Допустим, обхват дуба 250 сантиметров. Умножаем на пять миллиметров и получаем пятьсот лет. Ну, вот так вот примерно. И есть еще один способ узнать, сколько лет дереву, который тоже довольно часто используют. Это пробурить дерево до центра. Есть такой специальный прибор, бурова. Он вручную забуривается в ствол дерева, доходит до центра. Затем берется образец и по этому образцу считают число колец. И вот так узнают, сколько же лет дереву. У нас в саду Шевченко есть еще одно дерево. Видимо, оно ограждено. Дата стоит. 1775 год. Но если посмотрим вверх, это никакой не дуб. Это клен. Вот так вот наш харьковский старожил. Ну, хочу сказать, что дубы очень живучие. Скажем так. Вот это одно из деревьев, которое живет сотни лет. Дуб боится больше всего молнии. Потому что, как правило, дуб это самое высокое дерево в лесу. И если начинается гроза ему или молния, то очень часто молния может поразить именно дуб. Но дуб имеет свойство быстро восстанавливаться. Ветки заживают, скажем так, обратно. Прирастают. Вот поэтому это дерево так долго и живет. Вот уже видите, какое красивое дерево. Огромнейшая крона. Листья уже желтеют. Вверху некоторые веточки аккуратно спилены. Это парк. То есть тут нет веток больных, неухоженных. Все ухаживается. И давайте посмотрим, сколько лет этому дубу. Вот опять же, видите, 1775 год, когда этот дуб вырос. Вернее, был посажен. Дуб называют сырым леса. Дубы живут 400-500 лет. Вот в Запорожье, когда-то я была очень давно, нас возили к дубу, которому 700 лет. У нас есть короба хутора возле Харькова. Так вот там есть тоже дуб, которому 700 лет. Вот у меня об этом месте есть видео. Я снимала, кому интересно, можете посмотреть. Вот тоже огромнейший дуб. Нижние ветки уже спилили, потому что они сухие. Ну а вверху огромнейшая красивенная крона. И какой год? Тоже 1775 год. Идемте гулять дальше, посмотрим еще, какие дубы есть у нас в саду. И в конце я вам покажу самый старый дуб этого парка, этого сада. Вот. Самым старым дубом на земле считается мамрийский дуб. Он находится в Израиле, в городе Хеврон. И с этим дубом связана библейская история. Дело в том, что возле этого дуба Авраам встречал Господа в виде трех ангелов. Дуб этот есть до сих пор. Вот там даже есть некоторые живые веточки. Вот я поищу фото этого дуба и вам покажу. Я там была много лет назад. Вот. Видела дуб. Он огромнейший. Просто вот такой огромнейший-огромнейший старый дуб. Развесистый. Место очень сильное. Духовно, эмоционально. Вот уже видите ограждение дуб 1775 года посадки. Что еще скажу про дубы. Дуб всегда считался символом крепости, символом рода, символом долголетия, стойкости, мужественности. Поэтому не зря его называют царем. Дерево-царь. Как лев-царь. Так вот дерево-царь это дуб. Вот уже видите здесь везде оградочки и примерно один и тот же возраст дубов. Вот еще один такой же точно дуб. Что еще хочу добавить. Это то, что дуб часто использовался в Геральдике. То есть его изображали и на монетах, и на медалях, и на гербах. В разных странах мира. Вот тоже видите два дуба. Та же дата. 1775 год. А вон там дальше еще один такой же точно дуб. Третий. Вот видите их правда нас много. Ну не очень много, но до 20 наверное наберется. Ну а вот более молодой дуб. Дата 1854 год. Он и поменьше в объеме будет. Что еще хочу сказать. То, что оказывается первый хлеб, который начали печь люди, был из желудей дуба. Желуди растирали до порошка, а потом пекли из них хлеб. А также еще из желудей делали кофейный напиток. Ну а теперь идемте смотреть на самый старый дуб в этом саду. Я думаю, что многие его знают. Это правда наш такой уникальный дуб. Старожил. Он знает про Харька все. Он видел здесь все. Даже когда никто еще тут не жил, только был густой лес. Бегали волки, медведи, зайцы. Он уже жил и все-все это видел. Он знает всю нашу историю, но молчит и ничего не рассказывает. И не раскрывает никакие секреты. Вот он, 1517 год посадки или рождения этого дуба. Ему сейчас 507 лет. Широкий, огромнейший ствол. Большие ветки. Крона большая. Ну вот такой у нас дедушка живет в Харькове. Их тут несколько, три подряд посажены. Большой, старый, потом помоложе дуб. И дальше еще один, я его показывала. Вот поэтому, да, раньше была роща. Теперь видите, они так отделены друг от друга. Но все равно красиво. Тут еще есть дубы. Их много, кстати. Вот, но они не ограждены. Кстати, видите, вот там дуб. Сейчас немножко увеличу, покажу поближе. Если появляются трещины у дуба, то их замазывают цементом. Ну, а тут еще какая-то краска сверху, наверное, чтобы цвет не выделялся. То есть, его можно полечить, и он будет жить дальше. Идемте дальше. Я хочу вам показать еще одно интересное место. Возможно, вы об этом и не знаете. Просто не замечали. Старые дубы видели все. А вот молодые, наверняка, не все видели. Традиции посадки дубов продолжаются. Так вот, в 2020 году, 9 мая, здесь было высажено еще 10 молодых дубов, которым было по 15 лет. Вот я показываю три из них. Эти дубы были посажены под руководством мэра Геннадия Кернеса. И сейчас можем любоваться этими дубами. Теперь это уже наши современники. Когда-то они будут знать историю Харькова. Вот кто посадил деревья. Видите, герб Харькова и при поддержке Александра Гвоздика. Вот. И при поддержке Красного Креста. Их тут несколько. Видите, вот тут с краю. Немножко дальше посажены. Дубы такие. Вот еще нашла молодые дубы. Немножко с другой стороны. Их тут тоже много. Ну, теперь знаем, где они растут. Ну, и покажу еще один дуб. Уже напоследок. Он находится в другой части сада Шевченко. Возле оперного театра. Тоже видите, большой-большой дуб. Большая крона. Можем посмотреть дату. Тоже стоит дата 1775 год. Очень-очень старый дуб. Кстати, мне он нравится больше всего. Он как охранник при входе в дом, то есть при входе в парк. Это место охраняет и символизирует то, что у парка есть своя история. Которую знают только старые дубы. И еще знают, наверное, многие харьковичане, то, что у нас возле станции метро архитектора Бекетова тоже есть очень-очень старый дуб. Большой, красивый старый дуб. Кстати, вот видите, ветки опускаются, тяжелые падают. Их подцепили на такой ремень. Ну, а я буду это видео заканчивать. Наверное, все дубы я не показала. Вот еще один дуб. Немножко дальше слева от большой клубы красивой. Справа над дорогой тоже дуб. Ну, в общем-то, вы уже поняли, что их много. Они все красивые. Все, будем прощаться. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И будем дальше по Харькову гулять вместе. До скорых встреч. До свидания. Жду вас на моем канале.